На базе Калинкельского лесхоза прошел областной практический семинар, темой которого стала оптимизация методов надзора, проведение защитных мероприятий в очагах короядного усыхания сосны и лесовосстановления пострадавших насаждений. К участию в семинаре были приглашены главные лесничие и инженер-лесопатологи лесхоза Фомельской области. В нем также приняли участие главный лесничий ПЛКО Сергей Тарасов и ведущий инженер-лесопатолог ПЛКО Михаил Иванчиков. А также начальник лесопатологической партии республиканского унитарного предприятия Белгослес Александр Сазон. На сегодня вопрос борьбы с жуком-караедом, пожалуй, самый главный вопрос не только в нашей области, но и во всей республике. На семинаре призвучала такая цифра. Прогноз на этот год поражения лесов жуком-караедом может составить от 14 до 16 миллионов кубометров. В нашем районе сплошные санитарные рубки в минувшем году проведены на площади более 1200 гектаров. В нынешнем году они уже превысили 640 гектаров. Это говорит о значительной площади повреждений. Практическая часть областного семинара прошла в 77-м квартале Горбовицкого лесничества. Выбор этот далеко не случайный. Дело в том, что участок соснового леса в этом квартале со всех сторон окружен поля. До ближайшего лесного массива не менее 400-500 метров. По сути, этот участок полностью изолирован. Однако, жук-караед и сюда нашел дорогу. Участникам семинара показали несколько участков. Первый с утраченной биологической устойчивостью, где проведена сплошная санитарная рубка. Второй с нарушенной биологической устойчивостью, где проведена выборочная санитарная рубка. Третьим стал участок с выполненными мерами по восстановлению леса после усыхания сосняков. В ходе осмотра участков и рассмотрения проблемы прошло активное обсуждение путей выхода из кризисной ситуации. Предлагались и обсуждались различные меры борьбы с водителем для минимизации последствий его нападений на лесные массивы. Среди иных тем, которые поднимались и обсуждались на семинаре, были вопросы патологического состояния лесов Полевского региона, тенденции и прогнозы на текущий и следующий год, биология и жизненный цикл вершинного королета, оптимизация мероприятий по регулированию численности стволовых вредителей в сосновых лесах, а также динамика климата отдельных регионов и ее возможное влияние на состояние сосновых лесов. Продолжение следует...